Христос воскрес! И вот здесь еще вновь и вновь я приветствую всех нас с вами этим радостным пасхальным приветствием. И вот когда на Страстной неделе мы слушали с вами евангельские рассказы о страданиях Христа, о Его распятии и смерти, нас, мне думается, неизменно должна была поразить или во всяком месте сосредоточить наше внимание одна подробность этих рассказов. Так, верность Христу до конца немногих, главным образом женщин, о которых почти ничего другого и не сказано в Евангелии. Про учеников Христа сказано, что все они, оставив Его, бежали. Петр трижды отрекся от Него, Иуда предал Его. И мы с вами знаем, что за Христом во время Его проповеди ходили толпы народа, и все от Него ждали чего-то, ждали помощи, чудес, исцелений, ждали, наконец, освобождения от ненавистного римского ига, ждали даже устройства своих земных дел. Но вот смысл Его учения, проповедь самопожертвования и любви, проповедь всецелой самоотдачи – все это бесчисленные люди понимали плохо, да вряд ли и вслушивались в нее. Христос мог помочь, и к Нему, и за Ним шли. И вот стала расти ненависть к Нему народных вождей и власть имущих. К Христовой проповеди любви зазвучали предсказания о том, что теперь Он самого Себя принесет этой любви в жертву. И что произошло? Толпа начала редеть, таять. И последний раз земная слава, как любим мы говорить сегодня, «Человеческий успех Христа». Они вспыхнули ярким пламенем в день торжественного входа Его в Иерусалим, когда, по слову Евангелия, потрясесе весь град. Но это была только минута. И не потому ли так радостно, восторженно встречали Христа, потому что опять, опять ждали от Него и хотели земного царства, земной победы, силы и власти. И все это сразу кончилось. «Свет погас, и за вердным воскресением наступила тьма, одиночество и безысходная печаль страстной недели». И вы знаете, вот, когда задумываешься над всем этим, понимаешь, а не было ли самым страшным в эти последние дни предательство близких учеников, тех, которым Христос действительно отдал всего себя. В Гефсиманском саду даже трое самых близких не выдержали и заснули, пока Христос в последнем напряжении, в кровавом поту готовился к страшной смерти. И мы знаем, что Петр, так громко обещавши умереть со Христом, в последнюю минуту дрогнул, отказался, отрекся, предал. И тогда, пишет евангелист, все, оставив его, бежали. Но вот, оказывается, не все. У креста наступает час земной верности и земной любви. Те, которые во время успеха были, казалось, так далеко, которых мы почти не встречали на страницах Евангелия, те, которым, по словам евангелиста, Христос не говорил о Своем воскресении, и для кого, таким образом, в эту ночь у креста все кончилось, все кончалось, все гибло, эти оказались верными. Прибыли в твердой земной любви. И евангелист Иоанн пишет, при кресте Иисуса Христа стояли Матерь Его и Сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. «А потом, после смерти Иисуса, когда настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса, он пришел к Пилату просить тело Иисусова. И тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницую и, положив его в новом гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень, удалился. Через день, по прошествию субботы, на рассвете третьего дня, те же женщины, чтобы пришли ко гробу, чтобы по обычаю того времени помазать мертвое тело ароматами, и именно им первым явился Христос воскресший. Они первые услышали от Него то «Радуйтесь», которое навеки стало сущностью христианской силы. Этим людям, этим женщинам не открывал Христос, как двенадцати избранным им апостолам, тайн будущего. Они не знали ни смысла Его смерти, не тайны грядущей победы, грядущего воскресения. Для них смерть учителя и друга была смертью, концом, и притом страшной и позорной смертью, страшным концом и обрывом. Они стояли у креста только потому, что любили Иисуса и, любя, сострадали Ему. И они не оставили это бедное, измученное тело, но совершили все то, что извечно совершает любовь при последнем расставании. И посмотрите, те, кого просил Христос побыть с Ним в час страшного борения, когда, по слову Евангелия, начал Он ужасаться и тосковать, те бросили Его, бежали, отреклись. Те же, кого Он ни о чем не просил, остались верными, верными своей простой человеческой любви. А Мария стояла у гроба и плакала. Вот так сквозь все века плачет любовь, как сам Христос плакал у гроба друга своего Лазаря. И вот эта любовь первая узнала о победе, этой любви, этой верности первой дано было узнать, что не надо больше плакать, что поглощена смерть победой, и нет, и не будет уже никогда этой безнадежной разлуки. вот смысл этого воскресного дня, сегодняшнего дня, вот смысл этого воскресения Жон Мироносец. Оно напоминает о том, что любовь и верность одни сияли тогда в той безнадежной тьме. Оно зовет нас к тому, чтобы не умерли и не исчезли ни верность, ни любовь в мире. Оно судит наше малодушие, наш страх, наше вот это вечное и рабское самооправдание. Эти женщины, идущие на рассвете ко гробу, они ведь так мало места занимают в Евангелии, и однако именно здесь решается вечная судьба каждого из нас. Вот мне думается, что именно в наши дни мы особенно нуждаемся в воспоминании об этой любви и о простой человеческой верности. И нам как за соломинку надо хвататься за все то в нашем мире, что еще живет теплом, светом простой, земной человеческой любви. Ведь любовь не спрашивает человека о теориях и идеологиях, она обращена к его сердцу и его душе. Ведь посмотрите, грохотала человеческая история, рождались и падали царства и государства, строилась культура, бушевали кровопролитные войны, но всегда неизменно над землей, над этой смутной и трагической историей светил и светит образ женщины. И в этой связи мне хочется несколько слов сказать по поводу женского дня. Обычно он у нас приходится на 8 марта. И мне часто говорят теперь, но почему церковь против женского дня 8 марта? Понятно, 7 ноября, тут все ясно, безбожная власть, храмы разоряли, но женский день, цветы, подарки, добрые слова. Почему церковь против цветов, подарков и добрых слов? Не против. И дальше мне говорят, получается, даже раз в году нельзя напомнить женщинам, что они женщины? Значит, сначала я как-то переживал, а теперь просто отвечаю. Наш женский день в день памяти святых жен мироносец. Вспоминается мне изящная шутка митрополита московского Филарета Дроздова, когда одна дама спросила его, почему же все-таки именно женщины первыми пришли ко гробу воскрешего спасителя? Каков был в том промысл Божий? Митрополит с улыбкой ответил. А промысл Божий таков. Господь знал, что если первыми о Его воскресении узнают мироносицы, то весть эта разнесется по всему миру мгновенно. И действительно, жены мироносицы принесли весть о воскресении в ликовании сердечном. Ведь пришли ко гробу в плача, а ушли в ликовании. Христос наш воскрес! И с тех пор церковь вспоминает их, верных христовых подвижниц, в эти первые после светлой пасхи дни. И этот день все больше и больше вновь приобретает статус христианского женского праздника. И сегодня я уже знаю не только храмы, но и дома, где накрывают праздничный стол, делают подарки женам, матерям, бабушкам. Цветы, добрые слова, все к месту, все в порядок, а не вопреки порядку, все в древней традиции, корни которой крепки и устойчивы, а не худосочны и сомнительны, как надуманные, навязанные нам традиции богоборческих лет. И если, несмотря на все зло, царствующее в мире, не прекращается вот этот тайный праздник жизни, если он празднуется в бедной комнате за скромным столом так же радостно, как и в коттедже, то радость и свет этого праздника в ней, в женщине, в ее никогда не иссякающей любви и верности. Вот и давайте подумаем сегодня о наших женщинах, о себе и о каждом человеке, который вокруг нас находится, о самых близких и о случайных встречах, подумаем о хрупкости человеческой, о том, как легко поскользнуться и упасть. И вот в этот момент поражения останемся верными до конца, любящим сердцем не изменим и из страха не отвернемся. И тогда действительно мы войдем в тот сон мжон-мироносец, соединимся с Иосифом и Никодимом, останемся с теми, кто в течение всей истории жизни человечества не стыдился пораженных, не отворачивался от падших, но был всегда и везде Божией любовью и Божьим промыслом в мире. Божьим